Большая часть работ уже завершена. 70 опор из 84 установлены, введены в работу и несколько трансформаторных подстанций, в том числе в переулке Овощной села Барановка. Еще две ТП сегодня устанавливают на верхние и нижние пластунки, где сельчане уже привыкли жить без света, особенно в осенне-зимний период, а номера телефонов диспетчерской электросетей знают наизусть. Сегодня проект реализован порядка на 70%. Не только резервируем эти поселки, но мы еще прибавляем мощность, которая позволит обеспечить и перспективу развития. То есть подключение новых потребителей, не навредив старым потребителям. Особенность новых подстанций в том, что мощность каждой из них можно увеличить с 25 до 630 кВт Ампер. Для двух улиц Леселидзе и Джапаридзе этого более чем достаточно, отмечают специалисты. И качество электричества от присоединения новых абонентов не пострадает. Строится и модернизируется сетевой комплекс села Пластунка, так же как и Барановки, и за счет строительства воздушной линии 6 кВт протяженностью 1,5 км и линии 0,4 кВт. Все это обеспечит надежность электроснабжения как всего села, так и местной общеобразовательной школы. Все работы ведутся параллельно. Новая линия, которая, кстати, строится не вместо существующей и считается резервной, гарантирует, что сельчане не только забудут про многочисленные отключения и перепады напряжения, но и не заметят перебои в работе сетей даже во время ремонтных программ. В следующем году все-таки планируется здесь окончание строительства линей газопровода, и зимой у нас гораздо меньше будет просадок, связанных с потреблением электроэнергии. То есть, в принципе, у нас Пластунка выходит на такие лидирующие позиции в плане того, что у нас будет высокое напряжение, у нас будет газ, у нас сейчас хорошая дорога. Ну, все это заслуга, конечно, Анатолия Николаевича Пахомова. Подстанции, дублирующие воздушные линии, здесь заработают в первых числах августа. Ожидается в ближайшее время и решение проблемы бесхозных сетей в городе. Местные власти сейчас решают, какая именно организация возьмет их себе на баланс. Как один из вариантов рассматривается Кубанинерго. Налина Моисеева, Инга Габешия, Борис Осин, телекомпания ФКТ.